Роботов, которые смогут заменить сборную России по футболу, сделали ученики Санкт-Петербургских лицеев. Вы думаете, что мы пересказываем сюжет фантастического фильма? Это реальность. Давайте же узнаем подробности. Как научиться собирать роботов? Ну, это как в любом деле нужно начинать с простого. У нас в роботехническом центре начинается с изучения основ радиоэлектроники и электротехники. После этого дети начинают собирать уже каких-то более простых роботов. Это могут быть роботы на основе простых элементов, таких как резисторы, транзисторы, светодиоды, обычные диоды. А после этого они переходят уже к более сложному, это создание роботов на основе микроконтроллерной техники. То есть микроконтроллер – это, по сути дела, маленький процессор, который стоит в любом компьютере нашем. И на основе этих микроконтроллеров дети создают роботов, которые как бы уже начинают думать. У них внутри есть программа, которая выполняется в зависимости от внешних условий. Курс у нас рассчитан где-то порядка на 5-6 лет. Дети, начиная с АЗО в робототехнике и радиоэлектронике, к 5-6 году уже создают тех роботов, которые вы видели у ребят. Это считаются уже более сложные роботы. Это роботы на уровне университетских знаний, и поэтому многие университеты проявляют заинтересованность в наших выпускниках. И многие наши выпускники нашего роботехнического центра учатся в таких университетах, как Политехнический университет, Университеты ТМО, МАТМЕХ, Государственный Санкт-Петербургский университет. На чемпионате по робототехнике школьники из Петербурга получили 3 золота и серебро. Скоро они отправятся в Канаду, где будут представлять Россию на всемирном этапе соревнований. Планируете ли вы когда-нибудь обыграть сборную России? Организаторы RoboCup планируют создать роботов к 2050 году, чтобы обыграть нашу сборную. Что вы чувствовали, когда поняли, что вы победили? Мы обрадовались, закричали имя нашего талисмана. Что это за имя? Вован. Начали думать над конструкцией будущей, как ее надо совершенствовать. Мы же прошли в всемирный этап, в Канаду едем, а потом в Иран в октябре. Какие еще задачи могут выполнять роботы? Наши роботы пока созданы только для игры в определенный футбол с определенным цветным пассивным мячом, который распространяется с помощью видеокамеры. В будущем мы планируем, наверное, создать роботов-андроидов, которые уже будут играть с людьми. Это футбольное поле. На нем роботы учатся забивать голы. Научные открытия поражают мир. Но все-таки хочется верить, что сборную России по футболу роботы не заменят. Заглянули в будущее Элиса Курасхелия и Артем Шелегезин.